МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Донна предпочла шляпу украинского производства. Цена страсти. Чем бывшая любовница Дональда Трампа угрожает американскому президенту? В Украине 27. В столице прошел военный парад. Впервые за долгое время в нем участвовала военная авиация. После шествия был концерт, толпы празднующих на улицах Киева и вышиванки, как один из украинских символов и атрибутов независимости. Все видела Ксения Барвиненко. Первым приветствует военных министр обороны Украины. В этом году вооруженные силы впервые использовали новое официальное приветствие. Слава Украине! Слава! Традиционно открывает парад главнокомандующий вооруженных сил. Мы разрываем все пути, которые связывают нас с Российской империей. С Радянским Союзом. Сробить независимость независимой. Украину великую и сильную. Затем президент награждает героев АТО одного посмертно. Наши воины на Сходе стоят на защиту безопасности и добробода не только Украины, а всей Европы. То же до Евросоюза и до НАТО мы прямуем не с порожными руками. Больше того, наполягатимы на закреплении в Конституции нашего прагнения приеднатися до Евросоюза и вступить в НАТО. Военный парад в центре Киева стал одним из самых массовых за последние годы. По главной улице столицы прошли 4,5 тысячи военнослужащих. Уже традиционно вместе с нашими в параде приняли участие солдаты стран-членов НАТО. По Крещатику также проехали свыше 200 единиц военной техники, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», полученные от США. Впервые за 9 лет в военном параде была задействована авиация. В небе над Киевом пролетели более 20 истребителей, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов. Также впервые на официальном государственном мероприятии прозвучал марш новой армии в исполнении оркестра вооруженных сил. Тексты, аранжировка в новой редакции. Музыканты утверждают композицию, посвятили бойцам, которые на востоке защищают страну. Каждый звук сегодня мы присвятили тем хлопцам, которые сейчас там в окопах Бородии, чтобы мы тут спокойно могли, понимаете, играть, чтобы это было солнце, небо, интервью это было. А там они, им тяжело. И я не знаю, сколько капель поту и какое ощущение у них в души. По-солдатски без лишних слов о своих ощущениях рассказывает и лейтенант вооруженных сил, а теперь уже и герой Украины Владимир Сосин. Подчеркивает, такие парады объединяют в первую очередь солдат и поднимают боевой дух войска. О том, что сегодня получит из рук президента звезду героя Владимир растерянно признается, не знал. Это было не с подъемкой, и, соответственно, я враженный, задоволен, пишаюсь, пишается, но дружина, дети и военнослужащие. С флагами и в вышиванках на парад жителей гости столицы пришли целыми семьями. Присутствующие утверждают военным представлением приятно удивлены. Это нужно почувствовать. И подойти сюда, и даже постоять на этой территории, на которой боролись наши предки, за что. И чтобы вся плакучая стена уже осыпалась. Важливо, чтобы у нас была та вера, чтобы мы ее не разграбили, чтобы мы увидели, что у нас есть сила, что у нас есть защита, что у нас вообще существует страна. После официальной части на главной площади страны состоялся концерт с участием Оркестра вооруженных сил Украины. Ксения Барвиненко, Алексей Шматов, Сергей Ведмить. Подробности. Телеканал Интер. Альтернативы столичному параду в разных уголках Украины творчески подошли к празднованию Дня Независимости. Наши корреспонденты расскажут о самых увлекательных и зрелищных моментах. Аэродром в селе Майское, Днепропетровская область. Здесь, в честь Дня Независимости, грандиозное авиашоу. Парашютисты выполняют сложные акробатические фигуры. Сначала на высоте в полтора километра разрисовывают небо. Затем в воздухе разворачивают огромный флаг. Он тяжелый, он большой. Он создает большую парусность. Очень сложно рассчитать площадку приземления. За время авиашоу в небо поднялись 20 самолетов и вертолетов. Выполнили фигуры высшего пилотажа. Горка, фиксированная бочка, крутое пике, петля. В Черноцах День Независимости отметили парадом ретроавтомобилей. Полсотни радиотетных машин съехались на Театральную площадь. У нас тут, начиная от 1936 года, и закинчивая АС-24, которая 1974 года. За лето очень много машин реставируется, готовится. Тут есть сиденья. Это было для охраны. Для охраны. Они вот так откидываются. Чайки Ильи Дмитриевича в этом году 52. Эта машина помнит первых лиц страны. Салон в идеальном состоянии. Свой ГАЗ-13 владелец называет «легендой на колесах». У меня есть документы все на ней. Она обслуговала Юрия Гагарина на дипломатических и официальных зустричах. Расхит топлива до 20 литров. Тут мотор 5,5 куба. Торопка автомат. Нема хорошего дня, как сегодня нет. Одесситы в этот день традиционно выстроились в вышиванковую цепь. На Приморском бульваре сотни людей в национальном убранстве, взявшись за руки, спустились, а затем поднялись вверх по Потемкинской лестнице к памятнику Дюку Дерри Шелье. Скульптуру нарядили в вышиванку. Багато людей, которые не проявляют свою громадскую позицию протягом года, но на день незалежности они выходят до Дюка, берут всю свою родину, приходят с бабусями, приходят с маленькими немовлятами. В этом году в цепь выстроилась около 2000 человек. Я специально по этому поводу всегда покупаю новую вышиванку. Вот эту вот вышиванку купила во Львове в этом году. А это Николаев. Центр стал сине-желтым. День независимости молодежь отметила битвой красками. На фестиваль в холле собрались несколько сотен человек. Во время флешмоба участники должны были воспроизвести в воздухе символический государственный флаг. Это патриотичная акция такая. Поэтому тут только такие краски. Геннадий Вивденко, Елена Миндалюк, Иван Беленко, Ольга Поломарюк, Игорь Рига, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, Снежана Сидорух, Николай Василюк, Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности телеканал Интер. Помимо официальных мероприятий в столице, в Киево-Печерской лавре прошел торжественный приуроченный к празднику молебен попросить о мире в Украине. В Успенский собор приехали сотни верующих из различных регионов нашей страны. В службе приняли также участие ряд политиков. Среди них народные депутаты ОТО Поблока, Юрий Бойко, Вадим Новинский, Наталья Королевская. А профессионеры заявили, что они верят, что христианские ценности помогут восстановить стабильность в стране. С Днем Независимости Украину продолжают поздравлять мировые лидеры. Президент Литвы Далия Грибаускайте пожелал нашей стране мира и единства. Свои пожелания прислали также лидеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Германии, Финляндии и еще десятков европейских стран. Накануне в честь праздника поддержку Украине выразил лидер Турции Реджеп Таип Радаган, также США Дональд Трамп, Франция Эммануэль Макрон. Присоединились к поздравлениям лидеры азиатских стран, в частности Южной Кореи, Китая, Японии, монархии и религиозные деятели. А на Донбассе новые обострения и новые жесткие обстрелы. Военные считают, что такова реакция боевиков на празднование Дня Независимости. В Луганской области противник атаковал поселок Врубовка. Погиб мирный житель, были повреждены газопроводы и линии электропередач на нескольких улицах, в домах выбиты стекла. Луганская область, поселок Врубовка. Отсюда до линии фронта около 20 километров, то есть по местным реалиям, это глубокий тыл. Но рано утром по этой улице ударили гаубичные снаряды. Смертоносное железо упало на улицы, когда все еще спали. Один из вражеских снарядов попал прямо вот в этот дом, убив 35-летнего владельца. Его жене и двум детям, семи и девяти лет, повезло выжить. Пятнадцать, пять двадцать, позвонила дочка. Быстренько все бросайте до меня. Ну и что нашла? Погиб зять. Они тут жили с семьей. Дочка, зять, двое деток маленьких. И ты была в другой спальне, мата их захватила, в другую спальню побегла с ними. Зять не успел с дивана скотчить. На территории поселка насчитали семь воронок. Николай Васильевич сегодня празднует второй день рождения. Говорит, чудом спасся. Я сразу не понял, зайшел в ванну бриться. Не понял, что... А тогда через секунду несколько тут. Как даст, чую, посыпало. Все, у меня двери закрыли в ванну. Обривайся, потом пойду управляться. Если бы я кинусь управляться, я как раз бы осколок один минут сплю. Вот его квартира. Вернее, то, что от нее осталось. Поток вражеской шрапнели выбил окно и нашпиговал жилье железом. Стенка вся уничтожена. Хрусталь все, все, вон, целое ведро насобирало. Вот, поглядите, стены. Поглядите, стекло, поглядите, окна. Все, вон, ковер пробитый. Вон. Досталось и местной школе. Один из снарядов боевиков упал рядом с запасным учебным корпусом. Это здание бывшее, называется оно, здание для шестилеток. В последнее время мы его использовали как мастерские. Здесь проводились уроки труда. В целом, вражеский обстрел всего за несколько минут причинил поселку миллионные убытки. С шесть двухэтажных домов побыто. И частного сектора, вот, и на два хозяина, и шесть домов, ну, индивидуально. Ну, вот, с этим восемь получается. Сейчас подсчитывает он комиссия, комиссионно там уже мои прошли, уже описали все ущерб. Сейчас газопровод тоже поврежден, именно он в десяти местах, тоже было в пяти местах линия электропередач повреждена. Наши солдаты говорят, что боевики использовали усиленные снаряды, которые бьют на большее расстояние. За предыдущими выяснениями, работала артиллерия калибром 152 мм, снаряды активно-реактивные. Таким образом, очевидно, оружие формирования Российской Федерации, после вчерашних провокаций на Луганском направлении, которые им не удалися, решили отыграться таким образом на мирном населении, потому что никаких позиций оружие сил поблизости нет. Руслан Смещук, Андрей Ярковой, Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма. Об этом заявил советник главы США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон во время встречи с Петром Порошенко. По его словам, американский лидер подтвердил это во время встречи с президентом России в Хельсинки. Он подчеркнул, что для Соединенных Штатов чрезвычайно важно усилить отношения наших государств. Санкции есть эффективными. Санкции заставляют Москву платить большую цену за брутальное порушение международного права, которое оно действует последним временем. Москва не зупинит футбольные чемпионаты, не зупинит весельные танцы, не зупинит дарунки газовых потоков. Москва зупинит объединенная, потужная позиция цивилизованного света с глобальным лидерством наших партнеров США. Знаю, что президент Трамп отметил солидарность и нашу поддержку независимой Украины. Это соответствует американским ценностям. Не признавать незаконной аннексией. Спасибо за то, что вы меня пригласили. Встретился с Джоном Бултоном и премьером Владимир Гройсман. По словам главы правительства Украины и США, большое совместное будущее. Участники этой встречи подчеркнули, что Киев и Вашингтон имеют глубокий уровень дипломатического, политического и экономического диалога. Поэтому будут продолжать усиливать общие позиции сотрудничества. И уже в конце месяца Великобритания может предложить ЕС ввести новые санкции против России. Об этом пишут британские СМИ. Что именно Лондон предложит Брюссель, узнаем от Алексея Пшемыского. Лондон требует от Евросоюза вслед за США ужесточить санкции против Москвы. Своей речи в Институте мира глава британского МИДа укорил ЕС чрезмерной толерантности к российской агрессии. По словам Ханта, незаконная аннексия украинского Крыма и использование химического оружия в Солсбуре требует от Запада более решительного и радикального ответа. В Лондоне заявили, что ЕС должен последовать примеру США, которые вчера ужесточили санкции против Москвы. В частности, запретив в Россию экспорт продукции, связанной с нацбезопасностью, а именно электроники и авиационных комплектующих. Но вот конкретные предложения по новому санкционному списку из Великобритании пока что не поступали. Как утверждают британские СМИ, новый пакет санкций официальный Лондон может представить на рассмотрение Евросоюза уже в конце этого месяца, когда министры иностранных дел всех 28 членов ЕС соберутся на встречи в Австрии. Тем временем неофициально некоторые брюссельские дипломаты уже заявили, что новые санкции Евросоюз поддержит вряд ли. В частности, из-за позиций таких стран, как Греция и Италия, где заявляют о слишком высокой экономической цене противодействия России. А недавний танец Путина с министром иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, позиции официального ЕС явно не укрепляет. С кем станцует Брюссель пока что сказать сложно. В вопросах предыдущих пакетов антироссийских санкций официальному ЕС, хоть и не без критики, но все же удавалось заручиться поддержкой всех стран-членов Союза. Пока что на заявления британского министра в Брюсселе не ответили, а от Лондона там ждут конкретных предложений. Алексей Пшемыски, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. У Украины и Грузии самые большие европейские перспективы из всех стран Восточной Европы. Об этом канцлер Германии заявила во время встречи со студентами в грузинском Тбилиси. По словам Ангелы Меркель, она поддерживает евроустремления Грузии и Украины, но поспешных обещаний от имени ЕС давать не будет. В то же время заявила, что в течение 10 лет стороны разработают шаги, которые нужно предпринять для вступления в Европейский Союз. Певица Мадонна в украинской шляпе. Украинские 3D-паслы в магазинах Дисней, а еще почти на треть больше наших товаров в ЕС. Таковы достижения Украины за 27-й год независимости. А Елена Абрамович знает, чем еще мы можем похвастаться на Западе. Европейские высокие стандарты вполне по силам и украинским производителям. Курица, яйца, подсолнечное масло, мед. Все эти продукты уже протарили дорожку на полке европейских супермаркетов. Узнать, что именно украинское, пока сложно, так как основная масса нашего экспорта – сырье. Мясо птицы в основном фасуют в Нидерландах, а в торговые сети оно попадает под голландским брендом. Мед смешивают, и на этикетке обычно просто указано – из стран за пределами ЕС. А вот вино «Made in Ukraine» найти можно белое и красное, и по цене не самое дешевое. Экспортируют в Евросоюз уже более 10 тысяч украинских компаний. Объемы выросли за первый квартал почти на треть. Это и молоко, и зерновые, а еще мороженое, ягоды и орехи. Но не едой единой. Настоящим прорывом года стали игрушки «Made in Ukraine». С осени 3D-пазлы украинской компании появятся в сети магазинов «Disney». Это 700 точек только в США, плюс европейский «Disneyland». Собственник компании утверждает – главный конек – качество. Сотрудничает производитель уже с 70 странами мира. Наш партнер из Японии нам написал, то есть мы отправляли тестовую модель, он написал, что ни по качеству, ни по интересности продукта в этом сегменте он ничего лучше не нашел. Отметились украинцы и в других креативных сферах. Всемирно известная американская певица Мадонна заказала шляпу украинского дизайнера Руслана Богинского. А финалистом «Парижской недели дизайна» стал светильник Игоря Скрипника. Приуспели также айтишники. Например, сервис для проверки английской грамматики Grammarly, который разработали украинцы, используют 4 миллиона пользователей по всему миру. Есть фразы, которые я пишу неправильно, потому что я немец. Grammarly помогает исправить на корректную английскую версию. Немец Лукас почти год использует этот сервис для деловой переписки и написания научной работы. Я прочел, что этот стартап, которому удалось поднять большую сумму в Силиконовой долине, решил проверить, что за программа мне понравилась и с тех пор регулярно ею пользуюсь. Именно такие инновационные товары из Украины прежде всего ценят ВИЭС. Ну и те, которые способны заменить на полках супермаркетов или дорогую европейскую продукцию, или менее качественную. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Проект новой народной конституции презентовала сегодня Юлия Тимошенко. Лидер Батькивщины считает, что именно этот документ способен изменить Украину, поломать систему и побороть коррупцию. Что в нем предлагается и есть ли шанс его утвердить, разбирались мои коллеги. Уже несколько месяцев около сотни экспертов дискутируют на тему нового основного закона. Проекта так называемой народной конституции. И вот в день независимости его публичное обсуждение и презентация. Почему она названа народной? Потому что первый раз ее нужно принять на всеукраинском референдуме. Все документы будут действительно справедливыми. Они дадут нам справедливый суд, подконтрольное общество. Они поставят под контроль все элементы украинской влады. Новая конституция предполагает прямое участие граждан в управлении государством и строгую ответственность для каждого чиновника. Громадянин не имеет права влиять на деятельность влады, на деятельность государства. Мы предлагаем как раз дать такие инструменты. Это инструменты местного референдума, это инструменты действительно эффективного республиканского референдума. Мы планируем, чтобы громадянин получил определенные деньги даже с управления сообществом. Мы должны понимать, сколько у нас есть земли, озер, речек, что у нас есть в надрах, кто этим владеет, а если не владеет, то сколько этого у нас вообще есть. Мы должны попробовать управлять, а точнее говоря, спевуправлять этим сообществом надбаньями. Причем на уровне громад. Впереди широкое обсуждение и усовершенствование концепции. Так, чтобы новый проект Конституции появился и до президентских выборов. Нужно, чтобы не в кулуарах бюрократы, чиновники и представители такой фальшивой элиты, в том числе политической, чтобы не они диктовали правила, а чтобы народ первый раз собрался и вызначился, как он хочет жить. Уже в ближайший месяц, по прогнозам экспертов, проект Конституции и общественный договор обнародуют в интернете. Там же можно оставлять свои предложения. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Дотации за аномально жаркое лето. Немецкие фермеры получат от государства компенсации, чтобы покрыть убытки от неурожая. Просили аграрии миллиард евро. А сколько получат, узнаем от Татьяны Лагуновой. Государство поможет, но только тем аграриям, которые из-за аномальной засухи оказались на грани банкротства. Правительство готово выделить фермерам 170 миллионов евро. Еще столько же дадут из своих бюджетов земли. Мы проанализировали, сколько аграриев потеряли минимум 30% своего урожая и подсчитали, что в денежном эквиваленте эти убытки составили 680 миллионов евро. Государство не может покрыть все по принципу полной страховки. Мы, федеральное правительство и власти земель компенсируем половину – 340 миллионов. Дотации получат 10 тысяч наиболее пострадавших фермерских хозяйств. В основном это аграрии, которые выращивают зерновые культуры и животноводы, чтобы они смогли закупить корм. У нас есть регионы, где с мая не было дождей. Конечно, все это отразилось на урожае. Если говорить о зерновых, включая кукурузу, мы ожидаем собрать 35 миллионов тонн. Это на четверть меньше, чем в предыдущие годы. Дотации хорошо, но это не решение, уже заявили представители партии «Зеленые». И потребовали от правительства разработать стратегию выживания сельскохозяйственной отрасли в условиях изменения климата. Ведь по прогнозам экспертов, аномально жаркое лето в будущем станет для Европы нормой. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Ошибка президента. Дональд Трамп сейчас в центре очередного скандала, но вовсе не из-за политики. Его подвели на этот раз бывшие увлечения и пассии. Правда, как он сам заявил, если и виноват в чем-то, то только в том, что победил на выборах. Дмитрий Ановченко разбирался в громких обвинениях и их последствиях. Четыре месяца назад в доме личного юриста Трампа Майкла Коэна ФБР изъяло документы о выплатах вот этим двум женщинам. Сорокаленней блондинке, известной как Сторми Дэниелс, звезде фильмов для взрослых. Она начала пронокарьеру в 17 и за это время снялась почти в двух сотнях специфических кинолент. И вот этой роскошной брюнетке, о которой никак не скажешь, что ей уже под 50, Карен МакДугал, звезде журнала «Плейбой» конца 90-х. У них обеих якобы были бурные романы с действующим президентом, обеим, судя по документам, заплатили. Как только очередная пассия, а было это еще во времена избирательной кампании, начинала переговоры с бульварными изданиями. Мол, купите у меня интервью об отношениях с тогда еще кандидатом Трампом. Его личный юрист мгновенно создавал кампанию-пустышку, которая заключала договор, переводила деньги и покупала эксклюзивные права на откровения модели и парнозвезд. И таким образом, ни одна из женщин, у которой были отношения с Трампом, до конца кампании к прессе так и не вышла. Для кампании это было удачей, но с точки зрения закона, попыткой повлиять на ход выборов. За нее, а параллельно за неуплату налогов и аферы с банковскими счетами, Коину теперь грозит 45 лет за решеткой. И он решил не отвечать за все сам, а втянуть в это дело еще и президента. Пошел на сделку со следствием и сказал под присягой, совершал преступление по указанию своего клиента. Дональд Трамп приказал совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением Майкла Коэна, то почему они не были преступлением Дональда Трампа? Заявляет теперь адвокат президентского юриста. Ситуация теперь осложняется еще и тем, что юрист президента втайне от него, оказывается, записывал все эти внутренние переговоры на диктофон. Но качество записи очень плохое, очень сложно разобрать о чем речь. Звучат слова Трампа, то ли заплатите деньги, то ли не платите деньги. Разговор обрывается на слове чек и таким образом прямых доказательств против президента Америки на данный момент нет. Но суд по делу юриста президента обещает теперь множество новых громких заявлений. И накануне выборов в Конгресс, а не уже этой осенью, для многих политиков станет козырной картой, чтобы попытаться утопить Трампа и на волне скандала всплыть самим. Из Вашингтона Дмитрия Нопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Как в Швеции борются с изменениями климата, а в Галаде с мусором в водоемах. Сколько животных насчитали в лондонском зоопарке и кого из королевских персон заметили на прогулке в Лондоне? Обо всем этом в нашем обзоре. Электростанция на биомассе, биогаз вместо бензина и велосипеды повсюду. Так выглядит город Векша в Швеции. Местные власти отчитались за последние 15 лет. Выбросы в атмосферу сократились на 60%. А до 2030-го и вовсе планируют свести их к нулю. Для этого внедряют низкие налоги для предприятий, которые не загрязняют окружающую среду. А еще поощряют велосипедистов. Например, зимой в первую очередь от снега здесь чистят велодорожки. Заботятся о природе и в Нидерландах. Там изобрели пылесос для водоемов. Аквадрон, который собирает мусор с водной поверхности. Прибор может работать автономно или же с помощью дистанционного управления. Помимо уборки аппарат умеет анализировать химический состав воды. Его уже начали использовать в США, Южной Африке и в Дубае. Инвентаризация в лондонском зоопарке. Обитатели зверинцев прошли ежегодную процедуру взвешивания и измерения. Для сотрудников эта работа не из легких. Ведь обследовать нужно всех, начиная с букашек, заканчивая жирафом. А это 19 тысяч животных. И далеко не все они с энтузиазмом относятся к процедуре. Регулярное взвешивание необходимо, чтобы следить за здоровьем зверей и делиться научной информацией с другими зоопарками. Скоро в школу. К новому учебному году готовится и британский принц Джордж. В прошлом году он прошел подготовительный курс и теперь официально первоклассник. Британская пресса разузнала, пятилетний принц будет изучать историю, географию, французский язык и Библию. Полчаса в неделю также уделят балету. Принц Джордж посещает элитную школу Томас Баттерси. Обучение в ней обходится в 20 тысяч фунтов в год. Других членов королевской семьи принца Гарри и Меган, герцогиню Сассахскую, заметили на прогулке в центре Лондона. Видео с ними разлетелось в соцсетях и даже напугало британцев. Ведь выглядели королевские персоны неестественно. Объяснили все в музее мадам Тюссо. Они выпустили на улицы актеров в восковых масках Гарри и Меган. Таким образом рекламировали новых персонажей знаменитого музея. Игра длиной в сутки. Такой рекорд сегодня установили в Черкасах на спортивном фестивале «Ко дню независимости Украины». Турнир этот начался накануне ровно в 7 часов вечера и закончился буквально около часа назад. Кто играл, а главное, кто это выдержал, узнаем от Станислава Кухарчука. Этим свистком судья начинает самый длинный в своей карьере футбольный матч. Повторно игроки услышат его лишь спустя сутки. Марафон в 24 часа. Участники начинают весьма рьяно. Уже с первых минут на табло открывается счет. Этот турнир лишь протяженностью отличается от уже привычного футбола. Две команды – желтое и синее. Профессиональное поле и эмоциональные болельщики. Выдержать сутки в постоянном движении едва ли под силу подготовленным спортсменам. А большинство участников этого турнира – непрофессиональные футболисты. Но истощения и обмороков на матче не будет, успокаивает директор стадиона. Все 24 часа команды будут меняться. На игру зарегистрировались до тысячи участников. И не только из Черкасской области. Ведь главная задача – не прервать матч. Таким образом, организаторы соревнования намерены установить своеобразный рекорд. Но вот кому не по себе от таких достижений, так это медсестрам стадиона. Их на матче всего две. С напарницей Ирина разбила дежурство по пять часов. Уверена, марафон выдержат. Лед, заморозка, хлоротил, бинты, вата, перекись. Все есть. У нас есть запасы. Так что ничего, высточит. Все в кабинете есть. Таких масштабных соревнований Черкасский центральный стадион точно не видел. Даже глубокой ночью одни команды спешат сменить другие, чтобы поучаствовать в состязании. Уже к полудню следующего дня цифры на табло стадиона переваливают за девятый десяток. С девятнадцати до девятнадцати. За сутки игру ни на минуту не приостанавливали. И организаторам все же удалось установить рекорд. Говорят, в Украине 24 часа к ряду в футбол еще никто не играл. Станислав Кухарчук, Бал Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкассы. Это все новости на сегодня. Праздничного вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин